На таран пешеходов пошел водитель Рино Логан на улице Чкалова. Пострадали двое. 14-летний мальчик, которого подбросило так, что он повредил лобовое стекло трамвая, и 65-летняя пенсионерка, вылетевшая с дороги на тротуар. Глядя на кадры камеры видеонаблюдения, складывается ощущение, что водитель намеренно решил давить пешеходов. Глядя на трамвай Я пошла садиться на трамвай И выскочила. Я помню, только видела громадина эта машина на меня летит. Я очнулась уже на койке. Тяжелая травма, уши, голову. Трещина где-то, перелом какой-то кости черепа. Рукосомная опять снимали, да? Пальцы, да. Этот ребенок находился на больничном. Он был дома. Пошел в поликлинику. 19-го здесь на улице находится. Пошел в поликлинику. Перекатил через рюклинику и перекресток. Это уже информация. И вот мы его нашли. У него было очень шоковое состояние. Но он молодец. Он даже еще нас успокаивал. Он держался молодцом. Со слов врачей у него сломана челюсть, рюклинику, ушиб легкого и сотрясение головного мозга. У него еще сломано два зуба. Потому что, ну, у него рассечен подбородок. Потому что, когда он упал от трамвая, отлетел, он упал на лицо. Разбил подбородок, сломались зубы. Он, говорит, потом выплюнул эти зубы изо рта. Ну, как бы сейчас он самостоятельно за собой ухаживать не может. Нужна ему помощь. Я буду с ним находиться в больнице. Водитель скрыться не питался. Машина просто проехала. Получилось так, достаточно далеко от места происшествия. Но водитель остановился. То есть, он остался на месте ДТП. Хочу отметить, что за рулем автомобиля находился мужчина 1850 года рождения. Водительский стаж у него составлял 22 года. При первоначальном опросе с сотрудниками ГИБДД, водитель не смог пояснить, в какой причине вдруг он совершил резкий маневр, почему совершил наезд на пешеходов. То есть, он сказал, что он не помнит, как это получилось. Я предполагаю, что он перепутал газ с тормозом и свернул влево. Поэтому вот он избил двух людей. Не извинялся? Ничего вам не предлагал? Пока никакой помощи? Нет, он не звонил мне. Понятно. Но вы ждете за него? Вы знаете, у меня ребенок ждет. Он меня спрашивал. Кстати, 69-летний водитель не задержан. Как сообщили в ГИБДД, к расследованию этого ДТП подключается и Следственный комитет.